2018 год оказался нет не сложным я бы сказала интересным для нас потому что наверное каждые 10 лет у нас происходит какая-то новация в области управления капиталом если мы сравним портфель инвестора 2008 года и до 8 года то мы увидим наверное следующее что до 2008 года среднестатистический инвестор инвестировал в акции свои собственные внутренние и облигации свои какие-то собственные внутренние обычно своей одной единственной страны это что с нормальным после 2008 года инвесторы поняли что одной страны мало потому что бывают мировые кризисы такие которые затрагивают практически все и после 2008 года среднестатистический портфель инвестора стал внутренние акции внутренние облигаций, международные акции, международные облигации и процентов 20 что-то альтернативное, то есть то, что никак не коррелирует ни с акциями, ни с облигацией. 2018 год показал, что это тоже все полный трэш, потому что 2018 год Deutsche Bank был признан худшим годом для инвестиций за весь период наблюдения, потому что 90 процентов всех активов показали убыток, даже золото, даже акции облигаций американских компаний, ну то есть все упало, практически все, крипта упала, в которую все верили. И теперь могу сказать следующее, я счастлива, что был 2018 год в моей жизни, потому что таким мне наконец-то удалось вдолбить в головы моих клиентов, что нужна диверсификация. В начале 2018 года огромное количество клиентов ко мне приходило и на волне эйфории 2017 говорили, так все, нафиг это надо, мы вот все в акции Apple или там Amazon или Facebook, а еще вторая половина приходила и говорила, мы все в крипту, а еще лучше мы возьмем взаймы и все в крипту. И зачем вы наши финконсультанты нужны, от вас толку никакого, вот я сейчас куплю, у меня будет полный вообще непонятно, что у меня будет, короче. По итогам 2018 года в декабре у меня было абсолютное затишье от тех, кто отказался от услуг и сказали, что мы сами купим себе все эти акции. Затишье было почему? Потому что все мерно смотрели, как падает Amazon, Apple, Facebook, Netflix, ну и конечно, как падала крипта. И где-то в начале 2018 года ко мне приходили и говорили, зачем вы нужны, то в 2019 в январе месяце уже начиная с третьего числа начались телефонные звонки под названием теперь мы поняли, что вы имели ввиду, когда говорили, что нужна диверсификация, она нужна. И ваш портфель, он должен включать не только акции облигации одной страны, не только все страны имеется ввиду и развитые и развивающиеся, потому что сейчас ситуация такая, что риски везде. В нашей стране есть риски санкций. Если мы посмотрим на развитые страны в Соединенных Штатах, риски торговой войны, пожалуйста. Европа. Здесь риски Brexit, если мы говорим про Великобританию. Если убираем Великобританию и посмотрим чисто на Европу, то там риски, что начиная с 2019 года, скорее всего, начнется повышение процентных ставок. Деньги будут становиться дороже, экономика может замедляться, ну и, соответственно, эта просадка и на облигациях, и на акциях. В развивающиеся рынки смотрим. Там у нас страны, которые носят название Fragile 5, хрупкая пятерка. Там у нас Турция, там у нас Индонезия, Индия и так далее, которые просели сильно в 2018, но до сих пор не восстановились до конца. Там у нас Китай, который находится в жесткой торговой войне США, и пока конца края здесь не видно. У нас нет понимания, какой островок вообще, в принципе, на планете Земля можно найти, чтобы там точно не было никаких рисков. Смотрим на золото, начиная с сентября оно достаточно сильно выросло, может быть коррекция. Смотрим на другие драгоценные металлы, примерно та же самая ситуация. Смотрим на крипту, она упала, может подрасти, да, но может быть обратная просадка. Смотрим практически на недвижимость, на нашу недвижимость российскую. В принципе, пока ничего особенно интересного не происходит, приходится смотреть, что называется, кейс-бай-кейс. Ничего не понятно, поэтому нужна максимальная диверсификация. Вы скажете, простите, конечно, это канал для миллиардер, триллиардеров, не знаю даже как это назвать, это сколько же денег нужно, чтобы купить все возможные классы активов, которые существуют в мире и даже больше. Я вам скажу, а может быть даже и слишком больших сумм для этого не нужно. Для того, чтобы вам в портфеле иметь немного Америки, облигаций, акций, российских акций, российских облигаций, немножечко Турции, немножко Бразилии, немножко Мексики, немножечко Китая, золото, платину, палладий, немножко вина, немножечко искусства и так далее, и так далее. В принципе, ну если совсем ужаться и сделать только несколько видов инструментов, можно говорить даже с 10 тысяч долларов, но если мы будем говорить про какие-то более полноценные портфели, то, конечно, сумма нужна побольше. Поэтому 2019 год для меня, это год обновления, это год обновления инвестиционных стратегий, это новое рождение диверсификации, это огромный интерес к классам активов, которые могли бы раньше считаться какими-то недостаточно интересными или слишком сложными, это еще более широкий портфель, это акцент на ликвидность, акцент на дешевые инструменты по комиссии, это акцент на инструменты понятные и прозрачные, чтобы вы понимали, во что вы вкладываетесь и это, естественно, их многообразие в вашем портфеле, но вы скажете, это мне нужно будет 10, 20, 30, 40, 50, 60, сколько инструментов и как мне их всех выбрать и как мне узнавать про новые, это же очень все сложно, ведь мир настолько сильно усложнился и продолжает усложняться все больше. Ответ очень простой, ответ который называется подписывайтесь на мой канал, пишите ваши вопросы в комментариях и смотрите новые видео и самое главное, наверное, самая основная просьба в комментариях пишите, про что бы вам лично хотелось, чтобы я вам рассказала и новые видео будут вам давать не только советы и рекомендации, но и просьбы, про что еще вам бы хотелось, чтобы я рассказывал. Вот у нас будет такое замечательное сотрудничество, на что я очень сильно надеюсь.